Пингуем. Снова пинг пошел на 10.0.0.3. Соответственно, вот такой вот кэш, который хранит неверные данные. Есть соответствующий английский термин, я его уже не помню, но является как бы неправильным кэшем или ошибочным кэшем. Соответственно, в окружениях, где довольно быстро и часто меняются записи на DNS сервере, хранить локальный кэш кэш, мягко говоря, невыгодно или неправильно, неудобно. Соответственно, что можно сделать? Можно остановить DNS кэширование. Это делается следующим образом. Для того, чтобы это делать, необходимо запустить командную строку или консоль Windows PowerShell от имени администратора. запустим. Соответственно, NetStop DNS кэш. Заметьте, как долго останавливается DNS кэширование. Остановился у нас клиент DNS. Соответственно, сделаем мы проверку подключения до NetQueen. 10.0.0.3. Соответственно, сейчас поменяли запись на DNS сервере. Тестируем 10.0.0.6. Все просто. Без пробел только. Нам сообщают, что кэш сопоставители отобразить пока не могут. Давайте все это почистим. Итак, соответственно, какой еще момент? Понятно, что так как это всего лишь служба, мы тоже так же можем сделать NetStart, DNS кэш, и служба будет запущена. По аналогии управлять можно при помощи консоли службы. Здесь есть DNS клиент. Вот он. Соответственно, можно его остановить или запустить. То есть также можно здесь выбрать и тип запуска. Например, если она вообще нам не понадобится, мы ее отключаем. Понятно. То есть применить все. Если она нам понадобится, мы ее можем запустить. Только автоматически должно быть. Применить и запускаем службу DNS клиента. Таким образом, можно поправлять при помощи консоли службы. Ну и, как мне кажется, максимально быстро можно поправлять при помощи PowerShell. Итак, сейчас мы сделаем NetStop DNS кэш. Клиент останавливается. Теперь мы сделаем NetStart DNS кэш. Клиент запускается. По-моему, достаточно долго. Сделаем то же самое при помощи PowerShell. Готово. Гораздо быстрее все это происходит при помощи PowerShell. Точно так же можно поставить информацию о службе на данный момент. Например, вот так мы видим, что DNS кэш запущена служба. Можно поставить больше информации. Таким вот образом. Ну и, соответственно, можно поуправлять запуском, тем будет ли он запускаться или нет. Остановим службу DNS кэш. Готово. И сделаем, соответственно, изменение, чтобы служба не запускалась при старт-системе. Установить службу. Можно указать имя службы. Можно опустить этот параметр DNS кэш. И указываем startup type. Это будет disable. Вот так. Ну или, например, чтобы служба все-таки стартовала автоматик. Ну и после этого start service и стартуем DNS кэш. Таким вот образом. Соответственно, когда служба DNS кэш включена, у нас работает кэширование на стороне клиента. Когда она выключена, кэширование на стороне клиента не работает. Соответственно, если вы планируете какое-то время поработать в динамическом окружении, где постоянно меняются записи, я думаю, DNS кэш вам не нужен. Если вы желаете поработать в окружении, в котором записи в DNS меняются редко, то, соответственно, служба DNS кэширования вам поможет снизить нагрузку на сеть. Ну и увеличить скорость преобразования имен в IP-адреса, ну или обратного процесса. Таким вот образом. Я думаю, все показанное сегодня было довольно просто. При помощи нескольких параметров мы поправляли DNS кэшем. Мы его включали и останавливали динамически при помощи командной строки. Управляли автозапуском при помощи PowerShell. Также динамически восстанавливали и включали. Ну и все тоже самое мы могли сделать при помощи консоли MMC и непосредственно оснастки службы. Ну, как вы видели, наиболее высокую скорость при работе со службами мы получаем только при помощи PowerShell. Ну, потому что это прямой интерфейс, работающий напрямую со службой, не задействующий графику, но и не использующий дополнительные какие-то команды, ну, дополнительные, скажем так, утилиты командной строки. Что ж, на этом все. Я надеюсь, материал окажется для вас полезным. В некотором перспективном будущем я расскажу о DNS кэше на других платформах. Ну, а увиденное сегодня, то есть управление DNS кэшем при помощи оснастки MMC при помощи PowerShell и при помощи командной строки у вас получится сделать на любой операционной системе, будь это Windows 7, Vista, XP или Windows 2000. Соответственно, нужно отметить, что DNS кэширование появилось только в Windows 2000. До этого кэширование на стороне клиента не производилось. Что ж, на этом все. Спасибо за внимание. Если у вас возникли вопросы и пожелания, присылайте их мне на электронный адрес. Больше материалов можно найти у меня на сайте. Ну, и все новости одной строкой, а также мои публикации и переводы доступны у меня в блоге на lebedefum.blogspot.com. Спасибо за внимание.